Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. Сегодня я покатаю вас по земному шару немного. Меня зовут Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 18 ноября 2021. Четверг. Начнем мы с Турции, с Израиля. Перейдем легко на Турцию, элегантно, как говорит Александр Григорьевич. Потом с Турции на Китай обещанный и после Китая, если останется время, на Филиппины. Примерно такой план на сегодня. Если у вас есть желание адженду менять, возникают какие-то вопросы по текущей повестке, по ситуации текущей где-то в каком-то месте, 3-4-7-4-6-0-8-7-7, смс-портал прямого эфира. Я с удовольствием отвечу, если буду компетентен, конечно. Все те, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. В первую очередь хочется сказать огромное человеческое спасибо Коля Кавод, премьер-министру Израиля, нафтоле Беннету, и министр национального дела. Я Юрий Лапиду за то, что они исполнили, сотворили. Без лишней помпы, без фотошутов, в тишине, аккуратно. За 9 дней смогли освободить из турецкой тюрьмы Наталии Морди Уакнина, семью, которая попала в турецкую тюрьму, потому что сфотографировала президентскую резиденцию в Турции Реджепта и Пердагана, и рассослала своим друзьям, и один из этих друзей, турок, сдал их в секретную жандармерию. Потому что турки, на самом деле, ребята, сильно паранойны с 2016 года, плюс не так давно там была проблема с... Обвинили 15, по-моему, человек в том, что они работают на МОСАД, объявили об их задержании, другая история. Сейчас мы о ней не говорим, этих ребят сразу взяли, естественно, как мы понимаем, в тюрьме разделили, потому что женские камеры и мужские отдельно развели их и держали их в тюрьме до суда. И судебные, кстати, моменты там были непростые, потому что прокуроры настаивали, что там был момент шпионажа. Хотя понятно, что никого того момента шпионажа не было, когда люди шпионят, они не рассылают своим друзьям фотографию, которую они сделали. Это само по себе это исключает. Но бюрократия есть бюрократия, правосудие турецкое есть правосудие турецкое. Про турецкую тюрьму вы можете посмотреть в фильме «Полуночный экспресс», который когда-то в 70-х взял два Оскара. Но понятно, что сегодняшняя турецкая тюрьма, скорее всего, я надеюсь, отличается от той, которую нам показывает фильм «Полуночный экспресс», но тем не менее, очевидно совершенно, что некоторые моменты там сохранены, наверное, до сих пор. Поэтому это даже страшно себе представить. И ситуация, в которой оказалась эта семья, учитывая, что у них остались там дети в Израиле, естественно, с которыми ежедневно связывался и премьер-министр Министерства странных дел. Кстати, разговаривали все это без лишней шумихи, без лишней суеты. И аккуратненько-аккуратненько президент ИЦХ Герцог тоже поговорил с Эрдоганом и на кто-либо сегодня позвонил, поблагодарил. Ребята сегодня вернулись домой. Это огромное дело по-человечески и всегда приятно знать, что премьер-министр страны с гражданином страны находится постоянно и будет вызволять его из любой передряги, в которой тот может оказаться, если это в состоянии его сил, конечно же. Слава Богу, что в этот раз это удалось. И Эрдогану спасибо за то, что он смог, потому как, если бы это было чересчево-политизировано, это была бы огромная проблема, учитывая, что ни Беннет, ни Герцог до этого с Эрдоганом долго не разговаривал. Вообще Эрдоган не разговаривал пять лет последних ни с одним из израильских представителей израильского руководства. Ну и Натани Ягу был последним премьер-министром до этого. Кстати, с Натани Ягу отношения Эрдогана никогда не были теплыми и хорошими, как мы понимаем. И тому было много причин, которые сейчас вспоминать не имеет смысла. В общем и целом, да и сама по себе ситуация, при которой явно и туристы оказываются в тюрьме, она для сегодняшнего имиджа Турции не очень хороша, это тоже надо понимать. И учитывая, что для турецкой экономики сегодня туризм является ключевым моментом зарабатывания, то, что называется по-английски count surplus, в той экономической ситуации, в которой сегодня Турция оказалась, это было бы на самом деле неправильно, а Израилу тут навстречу не идти. В самой Турции ситуация очень непростая, вызвана она в принципе экономической политикой Эрдогана, которая сегодня, многие аналитики Запада говорят, что то, что сегодня Эрдоган в Турции делает, это на самом деле его собственное произведение искусства, это его собственная инициатива, это его собственная экономическая теория, которая не имеет в принципе, а, аналогов, б, прецедентов. То есть, никто не пытался подобные вещи исполнять до этого, и в экономической настоящей теории, да, опирающейся на простые элементарные законы математики, какие-то статистики и так далее, и так далее, нету обоснования и оправдания тому, что Эрдоган пытается сделать, в частности, сокращение банковского ставки по кредиту Центрального банка, в ситуации, когда и тогда слишком сильная инфляция, это что-то новое, до сих пор не видно, на это то, что Эрдоган три раза за последние три месяца сделал. И вот сегодняшнее сокращение подобной ставки, уменьшение ее, вызвало падение еще лиры дополнительное, что в итоге приводит к совсем неприятной ситуации, о чем, кстати, рейтинги Эрдогана говорят. Сегодняшний рейтинг Эрдогана и правящей партией ЭКП 39%, что серьезный, угрожает достаточно сильный звонок, который для Эрдогана на самом деле, несмотря на некоторые факторы, о которых я сейчас скажу ниже, для Эрдогана является очень тревожным. Потому что это правда, что по Конституции президент не может избираться больше двух сроков, и этот срок получается для Эрдогана последний. Но есть те, кто говорят, конституционные юристы его, да, которые у него там есть в команде, которые говорят, что если он сейчас устроит внеочередные выборы президентские, то на них он может пойти, и еще есть какие-то другие механизмы, которые могут позволить Эрдогану обойти этот запрет конституционный. Ну, изменить Конституцию сейчас у него уже вряд ли получится, уже учитывая, что один раз они уже это делали, не так давно в нашей памяти Турция остановилась президентской республикой. Но если так дело дальше пойдет, то у ЭКП партии, да, партии справедливости и развития, как по-русски она называется, возникают огромные проблемы, и учитывая, что оппозиция Турции все равно остается демократией, несмотря на давление на следство массовой информации и так далее, и так далее, на определенную, естественно, и на когда-то большую популярность Эрдоганов, не в городской черте, да, среди, как бы это правильно сказать, rural, да, среди сельского населения. Все это еще, может быть, остается, но так как экономическое положение турок за последнее время очень-очень-очень сильно ухудшилось, то, ну, все подорожало, да, подорожала еда, подорожало медицинское обслуживание, подорожало образование, подорожало все, при этом инфляция, и лира сама обесценивается, и зарплаты остаются на старом уровне тоже. Опять же, потому что если они начинают расти, то, как бы, это замкнутый круг инфляции начинает еще больше расти, и пока, короче, в этом нет, из этого нет никакого выхода. Да, есть определенные, после выхода из пандемии, есть определенные положительные моменты. Какие? Да, и, значит, надо сказать, что все, что сегодня в Турции происходит, происходит из-за трех моментов. Из-за огромного притока беженцев в Турецкую, в Турецкую республику. Опять же, из-за... То есть, понимаете, Эрдоган совершает иногда... Он не так много совершает ошибок, но ошибки, которые он совершает, это не ошибки даже. Решения, принимаемые в пользу краткосрочной выгоды, иногда оказываются в долгую игрой проигрышной. Как было, на мой взгляд, и я все время на этой позиции стою, и ничего меня с этого не может свернуть, решение Эрдогана когда-то поддержать сирийскую оппозицию в 2011 году, активно выступив против человека, с которым он, в принципе, имел контакты, мог разговаривать, у них были достаточно рабочие и нормальные отношения. Да, тут идеология, как бы, Эрдогану с Эрдоганом сыграла злую шутку. Все-таки, братья мусульмане, братья мусульмане в Сирии, были в основе, как бы, изначального движения, наверное, надо сказать, Ихлан, сирийский подпольный, да, был в основе этого оппозиционного движения, которое вылилось в эти все протесты и, в итоге, превратило Сирию в выжженную землю гражданской войны, да, одно из самых страшных проявлений рабской весны, которые мы наблюдали. И то, что Эрдоган в тот момент поддержал противников осада, в итоге сыграло с ним злую шутку, потому что экономика турецкая понесла из-за этого очень серьезные потери. С одной стороны, да, у него появился новый момент, как торговаться с Европой, но этого всего можно было бы избежать, плюс появилась курдская проблема, зажглась с новой силой для Эрдогана, у которого до этого с курдами, в принципе, был мир. В итоге он получил войну на два фронта, постоянная необходимость проводить какие-то военные операции, увязание своих вооруженных сил. С одной стороны, да, влияние понятно, но при этом постоянное военное присутствие на сирийской территории его армии, которая там подвержена определенному риску, надо это отмечать тоже, и постоянные противостояния с курдами, которые тоже есть, плюс от 4 до 5 миллионов сирийских беженцев, которые в Турцию пришли, они, да, создают проблемы, причем создают проблемы в больших городах. И это все не могло на экономику турецкую не наложить никакого положения, не могло не оставить отрицательного следа в развитии турецкой экономики, которая, в принципе, с 2000 года развивалась активным, достаточно большим темпом, и это турецкое чудо, оно, в принципе, автор его считается в мире Эрдоган. Он, он это сотворил. Это, ну, проблемы все, которые вышеуказаны были, они умножились, естественно, из-за пандемии. И вот только сейчас начинается потихонечку выковыривание Турции из этого кошмара, туристов становится больше, импорт растет, плюс еще в Европе тоже были моменты, когда мы были же по периоду достаточно серьезного экономического склада в течение последних лет, да, и тоже были вопросы, турецкий экспорт в Европу, он уменьшался из-за этого тоже. В общем, сейчас, слава богу, все выходит на более-менее сносный уровень. Соответственно, в этой ситуации ему жизненно необходимо справиться с инфляцией. А это, как мы знаем, наверное, на сегодняшний день, во-первых, не только его проблема, как мы понимаем, это и с этой проблемой сейчас сталкивается США и ведущие страны. Некуда не деться, придется с этим столкнуться, потому что многие применили и всяческие разные бейлауты, вкладывали деньги в страну, когда были локдауны, нужно было помогать людям, разные всяческие стимулус-пэккеджи в Евросоюзе и в США. Какие-то ограниченные вещи были сделаны в Российской Федерации, были сделаны вещи, были какие-то средства потрачены, которые, в принципе, были потрачены на emergency, что, соответственно, вызывает определенный приток денежных масс. И эти экстраденежные массы, да, могут вызывать инфляционные серьезные процессы, плюс, опять же, непродуманные решения относительно экономической политики. В общем и целом. Все вместе это означает, что сегодня все эксперты, как один сейчас говорят, ну, многие, с которыми я знаком, читаю которых, они говорят, что сегодняшняя ситуация для Эрдогана может стать perfect storm, да, то есть вот как бы этого экономического серьезного такого даунторна, да, такого серьезного экономического спада его правление может не выдержать. Испытания экономикой, в принципе, никто не проходит. Надо либо ее поддерживать, либо приходится уходить. И вот это вот, скорее всего, если не удастся Эрдогану с этим справиться никак, а справиться с этим можно, в принципе, многими способами, но в основном фискальным консерватизмом, да. В такой ситуации, когда возникают, у государства всегда есть возможности инструментами фискальными, да, работать с увеличением денежной массы. В основном это делается через повышение процентной ставки по центральному кредиту, да. Эрдоган говорит другую вещь. Он говорит, что смотрите, мы понижаем ставку, тем самым мы спровоцируем экономический рост. Но для этого нужны еще инвестиции, прямые, которых на самом деле сейчас, наверное, не очень много, и требуются, значит, инвесторы, которые придут и дадут эти деньги, вложат эти деньги. Это все вопросы, если, 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 если удастся навести мосты, правда, с Эмиратами, по-настоящему и добиться того, что они начнут в Турцию вкладывать деньги. Тогда да, возможно. Но это долгая история, а люди злые уже сегодня, потому что продукты питания приобретаются ежедневно, вы понимаете? И есть некоторые вещи, все это прекрасно понимают. Опять же, царь порабощается полем лучше, чем великий царь Соломон, этого нельзя сказать. Это то, что касается турецкой ситуации сегодня. За этой ситуацией надо наблюдать. Теперь и обещанный Китай, о котором я должен был рассказать вам вчера, но не получилось. С этого момента вчера, по другим причинам, важно, значит, сегодня это все-таки сказать. Пришли детали того, о чем договорился президент Байден с Ти Цзиньпинем. На самом деле, ребята договорились о том, что они начнут разговоры, процесс переговоров о ядерном, об ограничении ядерных вооружений. Что, в принципе, когда, помните, хотел сделать Трамп тоже, но у Трампа это не прошло, потому что там были другие еще моменты. И изначально Китай, в принципе, говорил, что, ребята, у меня Трамп хотел трехстороннюю схему развивать. Развивать трехстороннюю схему в том плане, что США, Россия и Китай. Потому как соглашение, например, по ракетам средней дальности, например, да, оно, в принципе, неплохо было бы, чтобы включало Китай. Тут я, кстати, с Трампом согласен, но Китай категорически не шел ни на какие трехсторонние контакты. То есть в таком формате трехсторонних встреч, такой типа новой Ялты, да, Китай не хотел работать. Да, один на один, пожалуйста, в трехстороннем формате не очень. И тогда многие вещи говорились, почему Китай этого не хочет делать. И я говорил вам, что на самом деле у Китая ракеты в основном средней дальности. Главный Китая стратегический соперник там в регионе это Индия. Ну, по-простому говоря, да, у которой тоже ракеты средней дальности. И что, в принципе, и Китай не может себе позволить подписывать никакой договор об ограничении ракетов средней дальности, потому что это лишает его возможности сдерживания настоящей. Что на самом деле, с одной стороны, правильно, с другой стороны, мы видели последние тесты китайских гиперзвуковой ракеты. Мы видели разрабатываемые Китаем межконтинентальные ракеты, которые, да, вроде бы уже есть и вроде бы уже работают. Поэтому встал вопрос о том, что надо бы как бы что-то договариваться уже, пора. Уже Китай вышел на ту цифру ядерных зарядов. Сейчас, по-моему, 600 у него ядерных зарядов. В течение пару лет у него будет их 700. И говорят, что в течение следующих пяти лет Китайская Народная Республика, которая сейчас немало тратит на оборону, но цифры затрудняюсь вам назвать, ну, думаю, что миллиардов в сто в год, наверное, не меньше. Могу ошибаться, но, по-моему, порядок цифры примерно такой, что она выйдет через пять лет на цифру в тысячу боеголовок. Это достаточно, как мы понимаем, для всего. То есть мы понимаем, что наличие шести-семи боеголовок уже исключает возможность ядерного удара по такой стране. Вот вам Северная Корея в подтверждение. Но я сейчас говорю о непосредственно Китае. С Китаем, как бы, понятно, здесь любая война, в принципе, с Китаем, она любого участника, она чревата серьезными последствиями. Поэтому, опять же, туда же, в ту же копилку разговоров о том, должны ли США защищать Тайвань в случае китайской прямой агрессии. И что США должны преследовать политику амбигьюити, да, то, что, кстати, о чем они договорились. То есть они опять, Байден подтвердил One China Policy, что означает, что, в принципе, если глубоко влезать в эту One China Policy, это означает, что мы не планируем на самом деле военные силы Тайвань защищать. Помогать из-под полы аккуратненько там к Тайваню, как мы всегда делали, мы можем. Но непосредственно своей военной силой врубаться за Тайвань в драку вряд ли мы должны, потому что, ну, исходя из простого реализма, мы не должны этого делать, потому что почему мы из-за Тайваня должны рисковать уничтожением себя. И сегодня, когда мы говорим о стране, у которой 500, почему мы должны, грубо говоря, простым политикам, давайте простым языком скажем это. Почему из-за, вопрос такой, почему из-за Тайваня мы должны подвергать себя экзистенциальному риску, а война с Китаем это экзистенциальный риск. Давайте скажем это правду, это правда, ее нужно как бы понимать уже. Уже, на мой взгляд, Китай дошел до того момента, что его военные возможности, да, Капаби, мы в реализме, у нас тут возможности играют роль, да, возможности. Соответственно, что? Это вопрос, на который надо отвечать. Примерно такой же вопрос, наверное, задавала себе Великобритания, когда на Чехию, когда в Чехию вторглись немцы в 1939 году. Правда, Великобритания объявила войну уже Германии, когда на Польшу напали. Но, опять же, сегодня это тоже, это вопрос очень серьезный в реализме, да, как говорили греки, в принципе, союзников не бывает, да. Каждый сам за себя. Поэтому, раз так, то есть, если договор коллективной безопасности, то с Тайванем мы его никак не можем подписать, потому что у нас One China Palace. Мы любой договор можем только с одним Китаем подписывать, не с двумя, нет двух Китая, есть один. Столица этого Китая, Пекин, или говоря по-английски Бе-Джин, то есть по-китайски Бе-Джин. Да, все, все остальное, как бы, это не Китай. Ну, One China Palace, если наш президент так сказал. Но разговоры о том, что нужно ограничивать и нужно договариваться, пытаться, они начались. Это хорошо. Теперь, пока непонятно из той беседы виртуальной в понедельничной, которую Байден и Си Цзиньпинь провели, каким образом и в каком формате эти переговоры будут идти между американской и китайской сторонами. Скорее всего, есть те, кто говорят, что, скорее всего, эти переговоры будут второго трака дипломатии. Я вам рассказываю про второй трак дипломатии. То есть люди, которые не на госслужбе. Ну, это могут быть парламентарии, но не люди, которые на прямой такой госслужбе, которая отвечает за внешнеполитический курс. То есть это не первые лица государства, не министры странных дел, не их заместители. Это обычно влиятельные журналисты, известные политические фигуры, которые не занимают настоящих сегодня активных постов. Но люди влиятельные. Такие люди обычно собираются в третьем месте на закрытый воркшоп, куда не пускают журналистов. В формате такой воркшоп описывает Херберт Хеллман, великий ученый. Великий, он жив, он до сих пор и до сих пор преподает в Гарварде. Книгу его я читал и пользовался для предмета, который назывался Peace Building. То есть как делается, как достигается мир. Это серьезный предмет, и это наука. Как это делать? Да, конфликт резолюшн, говоря простым языком, тоже есть такой и такой предмет есть. Это каким образом разрешаются конфликты? Это то, где политическая наука граничит с social science, социальной наукой, с психологией. Да, и там есть некоторые моменты, которые были сказаны нам, и я попытаюсь вам их воспроизвести. Для того, чтобы такой воркшоп был удачным, нужно, чтобы он был изолирован от внимания прессы. То есть внимание, чтобы было, но информация не утекала. Чтобы люди, да, были влиятельные, он должен быть 3-4 дня. Нужно собраться в отдельном месте. Для этого идеально поскольку он в Швейцарии. Да, в таком месте, где-то в горах, аккуратненько в тихом месте. Собраться и начать разговаривать. Первый день знакомства, второй день брейншторм, да. Когда стороны начинают штурмовать ищут, которые есть. Ну, естественно, для этого нужна добрая воля. И тогда в этой ситуации можно теоретически договориться. Договориться, найти какие-то варианты, как проблему решать. Потом эти стороны респективно возвращаются к тем, кто их посылал. То есть к первым лицам государства и объясняют им, ребята, вот такая-такая точка зрения китайской стороны. Вот такая-такая точка зрения американской стороны. Вот варианты решения проблемы. И дальше, в случае удачного хода, может быть, либо второй воркшоп, либо сразу этот процесс переходит на первый трак. Да, первый трак дипломатии, администрационных дел, президенты и так далее. Примерно так, да. Говорят, что, скорее всего, переговоры о ядерном, потому что это слишком, это начало, это новая тема для американо-китайских отношений, ядерное сдерживание. И для этого нужно тогда, значит, начать со второго трака. Возможно. Опять же, Байден и Си Цзиньпин имеют неплохой контакт. На персональном уровне могут разговаривать, мы это увидели, все-таки их разговор шел три часа. И даже то, что они друг другу высказывали взаимные претензии, это было в нормальном ключе. Стороны должны обсуждать проблемы, которые между ними есть. Будем надеяться, что все получится. Желаю успеха. Но при этом есть развитие, о котором я должен вам сказать. Развитие это, есть такая панель, она байпартизан-панель в Конгрессе, которая состоит из экспертов, которые занимаются, экспертов финансового рынка, экспертов военных. Они причем байпартизан, да, то есть туда назначаются и республиканцы, и демократы с разных сторон, из разных тэнк-тэнк, люди профессионалы, политологи, разные люди. И они должны были дать рекомендации администрации, что делать, в принципе, в отношении Китая на будущее. Как вообще себя надо вести. И те рекомендации, которые они дали, которые были обнародованы не полностью, но как бы слухи о которых просочились, прессу. Эти рекомендации, которые они дали Белому дому, они на самом деле, как бы это правильно, мягко выразиться, они не... Это слово facilitate, да? Я не знаю, как его на русский перевести. Они не способствуют, да, давайте так скажем. Они не способствуют улучшенному климату американо-китайских отношений, потому что рекомендуется нам сделать все от нас зависящее, от нас, от Америки, я имею в виду сейчас, да? Все от нас зависящее надо сделать для того, чтобы disentangle, чтобы отвязать американскую экономику от китайской и прекратить бесконтрольно инвестировать в Китай. Делать специальную комиссию, опять же, байпартизан анда конгресс, которая должна под сенатским или палатой представителям ревью постоянно каждый крупный инвестиционный проект назвать там какую-то сумму, допустим, начиная от 100 миллионов долларов проект, например, да, или 50 миллионов долларов, неважно, какую, я сейчас от фонаря называю цифры. И вот начиная с этой цифры инвестиций, частный ли это бизнес, инвестиции ли это государственное, неважно, проводить это для утверждения и экзаменовать каждый раз в таком проекте, правда ли и нужно ли это для Америки, и не противоречит ли это нашим интересам безопасности. С одной стороны, опять же, да, должен сказать, это правильные выводы, абсолютно. С точки зрения реализма, опять же, да, мы обязаны руководствоваться во внешнем. С одной стороны, это да, так, потому что мы вкладываем, допустим, в какой-то китайский стартап, а потом оказывается, что продукция, которую он производит, может быть двойного назначения. И для нас, как для США, как для страны, для гегемона, это в итоге может оказаться угрозой. На наши деньги мы покупаем возможности, улучшенные нашего соперника. Давайте скажем так, а мы сегодня, наша официальная доктрина, Китай, наш конкурент мало, соперник, да, угроза иногда, часто, и соперник, особенно в некоторых местах, где мы видим, где он, да, нам угрожает. Хотя на самом деле, может быть, он угрожает нашему прочтению, сегодняшнему нашей американской гегемонии. Это большие достаточно вопросы, которые на самом деле не так-то просто, как отвечать на эти вопросы, зависит от точки нератива и понимания того, куда отношения США и Китая должны в итоге прийти. Но это знак того, что, в принципе, если администрация этот путь выберет, то нас впереди, на мой взгляд, ожидают не очень простые с экономической точки зрения времена. Это помимо той инфляции и той нехватки всяческих разных товаров, которые мы сегодня ощущаем. Товар, в смысле, комплектующих, простите, я имею в виду чипы и так далее, и так далее, вы все это на себе чувствуете в последние месяцы, я уверен. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 18 ноября 2021 четверг. Хотел вам про Филиппины немного рассказать. Там интересное развитие произошло. Объединились две династии истеблишмента, на самом деле. Главные политические силы, которые могли бы столкнуться во время президентских выборов, которые там скоро пройдут, могли бы столкнуться, но решили в итоге свои силы объединить. Я сейчас говорю о сыне бывшего диктатором господина Маркоса до сына Фердинандия Маркоса Джуниорда Младшем, который объединился. Он президентский кандидат, а с ним пошла в союз Сара Дутерта Каприо, Каприо, которая дочка Родрига Дутерта, нынешнего президента. Изначально ее как бы папа готовил к тому, что она будет его преемником. Потом немножко начали расходиться дороги, и вместо того, чтобы на этих выборах она собиралась выставлять свою кандидатуру самостоятельно на Филиппинах, но советники, ее штаб посоветовал ей этого не делать, потому что идти напрямую лоб в лоб с сыном Маркоса было бы сложно. Маркос, кстати, в этом союзе представляет север страны, Филиппины длинные, с севера на юг, и, как мы понимаем, проклятие такой страны всегда в том, что север, как известно, промышленно развит, а юг, как известно, большинство хозяйственно развит. Это мы наблюдаем везде, и классический пример Италия, например. Но есть вот еще и не только, короче, в Европе, в Азии, на Тихом океане тоже так. В общем, таким образом, очень эффективно силы объединяются. Силы объединяются, север и юг объединяются, и такой тикет, эксперты говорят, может оказаться очень-очень полезным тикетом в плане победы. То есть реально можно будет победить. С кем вам придется на самом деле серьезно кому противостоять? И тут получается, что дочка, которая идет как ранен, как напарник на позицию вице-президента, она идет в конкуренцию, встает, вступает с Кристофером Го. Да, Кристофер Го это тот, кого рекомендовал на самом деле сделать своим преемником Родриго Дутерте и выставил своим фактическим кандидатом на этих президентских выборах. До этого я вам рассказывал о том, что Родриго Дутерте имеет ограничения, как любой президент Филиппин, нет повторного срока на Филиппинах. Если ты избираешь, ты избираешь на шесть лет. Этот срок подходит к концу и нельзя, второго срока нет. Поэтому думали, что там он сделает, может быть он пойдет как вице-президент пытаться, это никто ему не запрещает, но при этом он при этом говорил достаточно долго, что он выходит из политики, сказал, что все, я не хочу. Но в итоге, как известно, потому что я говорил вам, что слова Родриго Дутерте надо всегда делить на много, в итоге он решил баллотироваться в сенат филиппинский в этот раз и пойдет в сенат. Почему так много времени филиппинам я уделяюсь сейчас, почему это так важно? Во-первых, потому что филиппины имеют очень интересные истории взаимоотношений с нами. Ну, во-первых, мы оккупировали Филиппины достаточно долгий срок, поэтому по-английски там все говорят, это фактически государственный язык, после испанского это по-английски второй, а может быть и первый, потому что я слышал, как выступает в парламенте Филиппин Дутерте, он делает по-английски. Соответственно, значит, первый. Отношения же, на самом деле, с филиппинами очень сильно испортились при Обаме, потому как Дутерте периодически на Обаму там говорил разные вещи неприличные, которые, в принципе, ну, не положены между главным государством друг от друга вслух произносить. Да, может, типа, он сукин сын и так далее, и так далее. Опять же, без коннотации, но это звучало. Почему Обама так его называл? Потому что, опять же, права человека, а Дутерте, он, известно, проводил политику вне судебных убийств, в отношении драг дилеров, тех, кто продает наркотики, и, к сожалению, так получалось, что и те, кто употребляет наркотики, в итоге говорят, что за последние шесть лет в этой войне необъявленной люди Дутерте убили 14 тысяч человек. Это большая цифра, достаточно, учитывая, что все это, естественно, идет без дю правового действия каких-то. Это все вне права, это экстрадедышево, поэтому внесудебное убийство. Полиция делала все, что она считает нужным, специальные подразделения. Как только появлялась информация, то залетали, короче, в притон, расстреливали всех, всех, кто там был, всех, кто там покупал что-то, тоже попадали под это, ни с кем не мелочились, ни с кем не разговаривали. Это первый момент. Значит, из-за того, что Обама наезжал, достаточно говоря простым языком, на Дутерте на международной арене долго, Филиппины начали потихонечку брать курс на Китай. Аккуратно, там у них был судебный спор относительно территориальных вод, который в итоге в пользу Филиппины, так понимаю, был решен, но Китай этого решения не признал, и Филиппины не стали настаивать на пересмотре ни на чем. В общем, он попытался, даже было объявлено, что он приостанавливает договор об американском сотрудничестве с США, о том, что США могут свои корабли там, то есть до этого даже доходило, что мы можем там свои корабли в портах разгружать, заполнять их продовольствием, водой, ну, как-то обычное обслуживание там проходить. В общем, для американского флота это, конечно, не очень было удобно. Все, вся сама эта идея, что мы можем потерять Филиппины как союзник, она была достаточно, как бы это, тревожной, потому как адженда уже тогда, и в трамповские времена особенно была, понятно, что с Китаем рано или поздно придется каким-то образом сталкиваться, потому что интересы друг другу противоречат. Явно, да, мы декларируем свободу судоходства, Китай объявляет насыпанные им острова своей территории, и вокруг них объявляет зону, ну, это один из примеров, да, объявляет зону, как бы, где нужно просить разрешение на пролет и идентифицировать воздушные суда, и, естественно, с кораблями там нельзя рыбу ловить и много чего, Китай пытается закрыть. Мы выступаем против этого, потому что это, на самом деле, с точки зрения права, спорная территория и незаконно, и раз так, а все вопросы должны решаться путем договоренных договоров, шесть стран претендуют на эти разные территории, разные группы островов существуют, и это в Южно-Китайском море все происходит. Соответственно, мы не очень-то китайскому этому клейму хотим давать ход, и мы этому противостоим. Мы говорим, что мы выступаем за свободу судоходства в этой зоне. И из-за этого, да, посылаем военные корабли, периодически они проходят на близком расстоянии от китайских военных кораблей, что, как мы понимаем, является серьезной почвой для потенциально возникающего конфликта. Это тоже был один из тапиков, о которых говорили Байден и Си Цзиньпинь в понедельник. Понятно, это одна из тем. Теперь Филиппины здесь ключевые, потому как их географическая позиция очень важна для нас. Если они наш союзник, то, опять же, это еще одно звено в цепочке противостояний. Если возникает такое противостояние, то Филиппины нам очень нужны. Короче, уже при Трампе ребята решили, что они не будут разрывать этот договор, имеем в виду Дутерто. Но все равно остаются определенные моменты. Все ожидают, что, понимаете, Байденская администрация в плане защиты прав человека декларируемая, не очень-то отличается от предыдущих демократических администраций. То есть, опять же, вопрос прав человека может быть поставлен во главу угла, а все ожидают, что если побеждает Маркос Дутерто в паре, дочь Дутерто, то есть сын Маркоса и дочь Дутерто вместе, объединение двух очень важных влиятельных семей филиппинского истеблишмента, то их политика де-факто будет точно такой же, как политика Дутерто. То есть будут продолжаться все эти внестудебные убийства, очень многие вещи, которые делал Дутерто, будут делаться и дальше. Может быть, будет меньше экстравагантности, но тем не менее. И это может, естественно, спровоцировать определенные заявления с американской стороны, которые, да, могут навредить потенциально развивающимся отношениям, опять вновь, да, такой ренессанс союзнических отношений, которые сейчас можно, наверное, наблюдать. В общем, от этого очень многое зависит для нас там в регионе. И плюс Филиппины традиционно являются местом вожделенного туризма, разного вида туризма причем. И само по себе это место очень важное с точки зрения, во-первых, населения. Мы знаем, что благополучие и спокойствие на Филиппинах означают также достаточно, ну, как цепная реакция, значит, в тех странах, откуда туда, откуда из Филиппин приезжают люди на работу. Да, тоже это все будет спокойно происходить, не будет никаких кризисов. Хотя там есть свои проблемы между христианами и мусульманами, проблемы с терроризмом, есть есть Минданао проблемы, но, по крайней мере, мы должны быть в пульсе того, что там происходит, потому что это, в принципе, а, наш союзник, и бы мы бы хотели, чтобы союзник оставался с нами. Вот примерно, что нам нужно знать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. Хороших выходных. До встречи в понедельник. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.